Как оправдать расходы на жилищно-коммунальные услуги, при этом сохранить их оплату посильной для граждан? Все ли выпускники готовы работать по профессии? Эти и другие вопросы обсуждали сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашии. Госслужба по тарифам постоянно в поисках баланса интересов производителей услуг и реальных возможностей потребителей. В 2015 году ведомство приняло 575 решений об установлении цен для организаций, которые поставляют электричество, тепло, воду и утилизируют твердые бытовые отходы. Экономический эффект от принятых тарифных решений составил почти 5 миллиардов рублей. За прошедший год произошли системные изменения самой тарифной политики. В довольно сложной экономической ситуации изменение тарифов на 2016 год произойдет значительно ниже уровня инфляции, который фактически сложился по итогам 2015 года. Тарифы стали ориентированными на граждан, на потребителей и в целом на всю российскую экономику. Ситуация в экономике не должна повлиять на качество питания для детей. Михаил Игнатьев поручил службе по тарифам найти возможности снизить предельные размеры торговых надбавок на продукты этой категории. Еще одна тема повестки дня – продление действия программы «Земский доктор». В отрасли работает 4700 врачей и почти четверть из них трудится в сельской местности. С учетом того, что программа «Земский доктор» реализовывалась на протяжении ряда лет, а всего у нас 278 врачей приняло участие в реализации программы, в том числе 39 в 2015 году. Среди них 9 врачей старших 35 лет. И обеспеченность врачами в сельской местности в медицинских организациях у нас увеличилась с 18,7 до 19,2 на 10 тысяч населения. Минздрав Чувашии предлагает расширить возможности программы, включить в нее поселки городского типа, увеличить возраст участников до 50 лет. В сельской местности есть дефицит по отдельным специальностям – общая врачебная практика, хирургия, акушерство, педиатрия, онкология и другие. Проблема общая для многих регионов, отметил глава республики. Многие субъекты федерации, в том числе и Чувашия, уже подготовили свои предложения федеральному ведомству о необходимости запуска программы «Сельский фельдшер», чтобы обеспечить районы и средним медперсоналам.